Александра Герасименя. Это трехкратная олимпийская призерка, чемпионка мира и Европы, руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности. Фонд помогает репрессированным спортсменам. В частности, он отменил чемпионат мира по хоккею в Беларуси и вывез Тимановскую из Олимпиады в Токио, в Польшу. Я вас приветствую, Александра. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, немножечко, пожалуйста, поднимите звук Александры. Так, давайте, Александра, услышим вас еще раз. Да, здравствуйте еще раз, слышно. Александр, на самом деле, должен просто раскланяться перед вами, встать и расстаняться, потому что это было феноменальное абсолютно то, что я прочитал. Ваш вклад вообще в дело развития демократии, вклад в будущее Беларуси, как вы вывозили Тимановскую. Мы в своих программах об этом говорили. Это действительно история, которая облетела весь мир. Честь вам и хвала. Скажите, пожалуйста, Александра, вы сейчас, я так понимаю, вы были все это время в Украине, да? Да, все верно. Мы около года базировались на Украине, работали с Украиной. У нас пришлось бежать. Да, да, да. Буквально неделю назад мы сами вернулись в Украину, когда украинские войска ворвались на территории Украины. Нам пришлось, естественно, собраться так же, как и тысячам украинцам и вообще всех тех, кто находился в Украине, и выехать за границу. Об этом, конечно, можно рассказывать долго, и это отдельная история. Но в любом случае фонд сейчас перебазировался. Мы понимаем, что спортивная повестка, она сейчас не актуальна. И мы переквалифицировались, можно так назвать. И сейчас активно помогаем украинцам, украинским беженцам, и украинской армии бороться за свою свободу, за свои жизни. На данный момент фонд уже помог украинской армии. Мы собрали около 15 тысяч долларов и перечислили. И сейчас занимаемся гуманитарной помощью, сейчас собираем средства в поддержку беженцев. И мы знаем, наши известные спортсмены выставили свои спортивные лоты уже не для спортсменов, а для украинцев, для украинских беженцев. И мы активно сейчас эти лоты продвигаем, так как они пойдут на помощь людям. Скажите, пожалуйста, Александра, вы знаете, что сейчас в рядах террообороны украинских городов, в частности, Киева, воюются в том числе и украинские спортсмены, призеры, то есть чемпионы даже мира, если я не ошибаюсь. Вы знаете о таких случаях? Сами слышали об этом? Конечно. И я не раз сравнивала о том, что некоторые белорусские спортсмены побоялись даже слова сказать в поддержку народа, своего народа, когда нас, белорусы, еще полтора года назад нашли, которые сейчас борются за свободу своей страны, они не боятся лишиться жизни, они готовы дать свою жизнь, ну, сравнивать, конечно, не совсем, наверное, уместно, но все же. И для меня очень печально, что очень многие белорусы в тот момент не поддержали народ, что многие белорусы в момент не могли включиться в защиту своего народа, и из-за этого в том числе и сейчас начались военные действия. Но в то же время мы знаем, что и наши белорусские спортсмены, и наши белорусские активисты сейчас на той стороне, они борются в территориальной обороне, и они защищают Украину. Из-за этих людей на самом деле... Говорите, Гали, сори. Я... да, из-за этих людей на самом деле я очень горда, и я искренне восхищаюсь им. А можно говорить вообще, о каком количестве сейчас речь идет? Или у вас есть представление, кто воюет с белорусом на украинском крае? На самом деле сейчас не распространяют, конечно же, эту информацию. Многие воюют, скажем так, инкогнито и просят вообще, чтобы пока о них информация никуда не уходила, естественно, они переживают за свои семьи, которые переживают за их или могут переживать за них. Поэтому на данный момент я знаю, что есть, которые готовы еще выступать за Украину, готовы взять оружие, но пока, скажем, их еще не допускают к военным действиям, так как мы понимаем, что в Беларуси сейчас такой неоднозначной ситуации. Когда с одной стороны мы выступаем за мир, когда мы понимаем, где черные, где белые, когда мы готовы бороться и защищать границы Украины, но с другой стороны есть режим Лукашенко, есть насилие и есть понимание того, откуда пришла эта война. Поэтому, в общем-то, украинцев понять можно, но самое верное и самое главное, что мы хотим донести, это, что Лукашенко, это не белорусы. Лукашеновский режим, это банка. Лукашенко, это не белорусы, да. А вот смотрите, я так понимаю, что, ну, насколько, во-первых, спрошу, насколько и в каком масштабе вся эта безумная фейковая пропаганда о неких нацистах, нацистской хунте в Украине, геноциде за последние 8 лет против мирного населения Донбасса, насколько она дублируется вот один в один на Беларусь, и, соответственно, насколько все-таки ваша оценка, да, насколько белорусы верят в эту откровенную туфту? Да я скажу, что, в принципе, все то, что говорит Центр России, все то и приходит в Беларусь. Мы живем под пропагандой уже много-много лет, и на самом деле у многих людей просто в голове такая каша, они вообще не могут разделить, я говорю, элементарно черные и белые. Мне пытаются уже десятки людей объяснить о том, что есть другая правда, есть другая сторона, и единственное, что я хочу сказать, то, люди, очнитесь, не надо мне сейчас рассказывать о какой-то другой правде, есть истина, и она одна. И, честно говоря, хочется таких людей послать за российским кораблем далеко. Ну и, Александр, вы говорили уже о том, что, еще раз возвращаясь к вашей тезе о том, что белорусы это не Лукашенко, Лукашенко это не Беларус, давайте так говорить, да, я думаю, что все вы с этим согласитесь, это недостойный представитель вашего народа. Да, вот два таких лучика света в этом темном царстве. Во-первых, белорусские военные, то есть белорусские танки, те, которые стоят все это время на границе, и которые, вот мы неделю назад пошла информация, что они такие пересекли границу и будут воевать на стороне путинских орд, информация не подтвердилась, войска не пошли на Украину. И, судя по всему, то есть высказывался такой Франек Вечерко в нашем эфире, высказывал такое мнение, что генералы, да, собственно, дали Лукашенко понять, что они могут развернуться на него и смести его, и как бы никто защищать его не будет, потому что все российские силы стянуты к Украине, да, или же они могут пересечь границу и начать воевать на украинской среде. Очень интересная такая версия. Ну и феномен партизанщины такой уже 21 века в старых добрых белорусских традициях, рельсовики, так называемые, диверсанты, которые всячески вредят и повреждают. Железнодорожное сообщение с тем, чтобы не дать перетягиванию войск к украинским границам. Вот эти два феномена нужно отметить. Тоже, опять-таки, хочется понять, насколько это массово, но, судя по всему, настоящая близость наших народов, это самые близкие народы, наверное, в славянском мире, это белорусы и украинцы. И вы знаете, я говорю это, у меня даже ком в горле сейчас, потому что все-таки белорусы, мне так хочется верить, отстояли. Даже по таким гнетам, постоянно на атмосфере страха, отстояли свое право не идти на брата-убийственную войну. Алло, да, что-то состарвала связь. В такой интерпретации можно вот именно так на это посмотреть? Слышно меня? Вот сейчас слышу, да. Да, да, вы слышали, что я сказал, да? Нет, к сожалению, связь сорвалась. А, да, ну я говорил про то, что вот феномен диверсии со стороны белорусских партизан, будем так говорить, и тот факт, что армия все-таки не пошла на Украину, чуть ли не ультиматум выдвинула Лукашенко, мы про это слышим, говорит в пользу того, что вот на этом направлении украинском белорусы не пошли воевать против своих близких, самых близких родственников. Вот оправдан я вот в такой интерпретации? Я надеюсь, что на самом деле так и будет, так и есть, и так и будет, хотя мы знаем, что сейчас проводят мобилизацию, и я думаю, еще попробуют отправить белорусские войска на территорию Украины. Но сейчас, на самом деле, уже каждый понимает и оценивает свою роль в этой войне, и я уверена, что большая часть белорусов, которые все-таки отправят на эту войну, они выступят на, скажем так, за Украину, выступят на стороне Украины. Друзья, с нами была Александра Герасименя, трехкратная олимпийская призерка, чемпионка мира и Европы по плаванию, активистка, друг Украины и просто хороший человек. Друзья,